Осмотр у врача и заполнение анкеты – стандартная процедура перед вакцинацией. Врач измеряет давление, пульс, уровень кислорода в крови и обязательно спрашивает о хронических заболеваниях. Если противопоказаний нет, пациента отправляют в процедурную. Александр Михайлович Трифонов, житель поселка Рощинский, не сомневается, что с помощью вакцинации удастся победить пандемию коронавируса. Я считаю, что вакцину надо делать обязательно и всем, и особенно старшему поколению. Почему мы? Потому что мы должны, старшее поколение, быть здоровыми и оказывать помощь своим детям. Эдуард Петрович Кучерук тоже долго не раздумывал. Заранее записался на вакцинацию, говорит, что даже ехать никуда не пришлось. Мобильный прививочный комплекс сам приехал в поселок. Видел, что очень многие люди, даже у нас в городке, заболели, перенесли в тяжелую форму. Поэтому я верю, что эта вакцина помогает. В Рощинском проживают более пяти с половиной тысяч взрослых, в основном военные и их семьи. По поручению губернатора Дмитрия Азарова, в поселке на днях начал работать мобильный медицинский комплекс. В первый день медики привили около пятидесяти жителей Рощинского. Осуществляют вакцинацию работники Волжской центральной районной больницы. Пока желающим ввели первый компонент вакцины, второй через 21 день. Все хорошо. Девочки такие вежливые, служливые. Помогают раздеться. Все записали, все сделали. Все хорошо. Дай Бог, чтобы все хорошо. Я желаю, чтобы никто не болел. По словам медиков, побочных явлений от прививки не наблюдается. Хотя многое зависит от индивидуальной переносимости препарата. Конечно, в большинстве случаев это зависит от организма. Но та вакцина, гам-ковид-вак или спутник ВИК, как он называется по-другому, которая поступает на территорию Самарской области, показала свою высокую эффективность и безопасность. И у тех пациентов, которые уже привиты на территории области, побочные явления в виде небольшого повышения температуры, ломоты в теле, отмечалось в очень незначительном проценте случаев. Вакцинация будет продолжаться. В первую очередь прививают медиков, педагогов, соцработников, старшее поколение. Но учитывают и тех, кто сам проявляет инициативу. Записаться на прививку можно заранее, как в поликлиниках, так и на сайте госуслуг. Вакцинация проходит в добровольном порядке и абсолютно бесплатно для населения. Светлана Кудрявцева, События. Светлана Кудрявцева, События.